Кое-как я эту листву открутил. Пришлось вот тут спиливать, естественно, все закисшие саморезы. Значит, что мы имеем? Точнее, что имеет этот автомобиль? А он имеет тут труху. Он имеет тут труху. То есть вот это надо все менять. И вот тут вот по днищу Короче, часть днища. Надо удалять. Наверное, вот так вот вырежу. Вот эту тоже часть надо заменить. Тоже все гнилое. Когда все внутри сделается, естественно, все сделается. И вот здесь вот. Не знаю. Наверное, вот так часть удалю. Так, морозилки вот этой вот нету. Она вся высыпалась. Наверное, сделал здесь накладной металл. Он будет прикручиваться. Поэтому, при желании, можно его будет открутить и установить морозилку и, естественно, дверь. В общем, чтобы отделение так же было, как и... Как это предполагалось заводом-изготовителем. Ну, ладно, сейчас пока... Сейчас пока вот это вот все... Блядь, вот это вот все... Ну, не как труха меня угнетает. Как вот этот весь... Все вот этот мусор... Потому что тут никогда не убиралось, что ли... Ну, куда такое? Тут, не знаю... Тонны этого земли. Можно уже рассаду... Можно рассаду... Садить. Так, ладно. Все понятно, да? Сейчас я все это выгребу. Везет хлам и мусор. Так, вот так, как я планировал целиком вырезать, ничего не выйдет. Выйдет только кусочками, потому что... Потому что здесь стоит тумба. Тумба, вот тут усилитель, тумба. Поэтому здесь часть... Вырежу вот эту вот трухлятину. Как раз... Вот эти дыры все продаляю. Ну, и снизу там, где дырка под усилителем пропрела тоже. Потому что... Потому что так. По-другому никак. Вот, друзья, видали, что произошло с диском? Хорошо защита стоит. Я не понимаю, иногда смотрю, как люди без защиты болгаркой болгарят. Мне одного раза хватило, когда там с человеком работал, была у него болгарка без кожуха. И я вот пропилил себе палец до кости. А тут вообще развалился. Хорошо, ну, понятно, что где-то видно по защите там треснуло, но по пальцу тоже мне лупануло. Вот такой вот хваленый бош. Вот такой вот. То есть я думал, что они, ну, крутые. Может, они, конечно, не так садятся, как луга, которым я все время пользуюсь. Но вот эти ни разу не разваливались, даже когда зажимал. А здесь просто затачивал, то есть отшлифовывал вот эти вот кромки от антигравия. И он, и он треснул. И выстрелил, бля. В общем, просто капец. Обязательно кожух, иначе без кожуха, бля. Я не знаю, куда может влететь и без чего остаться. Потому что сила вращения мощная, он летит как пуля. Да. Ну, просто вот по центру его оторвало. Что за фигня? Может, браком уже такая хрень. Идет, как говорится, по жизни. Такс, ну ладно. В общем, все, я тут уже подготовил это. Все выпилил. Вместе с частью вот этого усилителя он тоже поржавел. Поэтому латку сделал, а потом усилитель. Вообще не проблема. А то тут что-то городить там, снизу, сверху варить. Кусочками так целиковый. Возможно, целиковый поставлю. Вчера я поставил эту латочку. Вот целиком все в порядке. Вот так она здесь стоит. И вырезал еще сбоку. Не стал я, как бы там, новый металл к трухляшке цеплять. Поэтому соберу всю, весь этот, вот эту вот часть. Все вот это вот новое, естественно. И вот эту вот полочку. Вот. Я уже сделал вот этот вот элементик. Вчера. Ну, вчера уже стемнело. Не успел. Не успел. Вчера было лето. Сегодня у нас уже зима. Вот такая, можно сказать, красота. Ну, относительный, конечно. Гурзовик замело. Но, надеюсь, это первый снег, естественно, лежать не будет. А не сегодня-завтра. Послезавтра растает. Но делать нечего. Надо варить дальше. Поэтому сейчас я приварю вот эту вот косыночку, которую я вчера сделал. Так, ну вот, набрал я все вот эти вот вещи. Вот эту вот полочку. Вот тут, правда, идиотство. Вот там вот, с той стороны, вот эта вот ручка крепится. Ну, за которую браться, чтобы залазить в машину. Вот тут болт. Вот так наплыв. Он также и на... Хотел показать, что я... А, тут я уже все... Тут уже все... Тут уже все не... Вот он. Есть. Вот он тоже наплывчик такой. Почему нельзя было сдвинуть болтик, ну, чуть-чуть? Чтобы вот этого напоева не было в металле. Ну, чтобы просто ровность поставить. Тоже есть... Да, во всех машинах есть косяки. Ну, ладно, не в этом суть. Так, значит, теперь... Значит, все здесь сонно обрано. Все в порядке. Теперь буду делать наружные. Так как уже упорные вещи... Вот они есть. Ну, это надо подогнуть. Поэтому... Буду сейчас делать вот эту вот часть. Вот эту вот. Так что продолжаю морозить сопли. Здесь, в машине на улице. Хотя сегодня уже потеплело значительно. И два градуса жары у нас. Снег почти весь стаял. Вот. Поэтому уже, можно сказать, жарко. Так что сейчас я все вот это вот сделал. Здесь уже не так геморно, как изнутри там. Из-под колеса приходится варить согнувшись с непонятной буквой ЗЮ. Так, ну что. Порожек я поставил. Соединил, естественно, с днищем. Поэтому он имеет уже жесткость. Теперь буду дальше строить. Вот. Нужно подумать, что здесь. Наверное, тут придется делать коробочкой усилитель. Вот так вот углом. И потом уже такую вот квадратную накладку делать. Ну, естественно, здесь что-то надо прикрывать. Там на той стороне пластик стоит. Такой прикрывает вот эту морозилку. Ну, здесь этого просто нету. Ничего. Придется что-то мыслить. Ну, я сегодня балдею. Отдыхаю от сварки. Как обычно. От металла. Отдыхаю. Переключаюсь на дерево. Ну, я не резал. Точнее, не резьбой занимался, а занимался дровами. Вот наволок я сегодня целую кучу дров. Головастик не мешает, конечно, этот. Но ничего, сейчас я потихонечку это все стаскаю. Потому что сегодня было солнышко небольшое и потеплело. На один градус жары прибавилось. Поэтому я решил сегодня отдохнуть от сварки и заняться дровишками. Чтобы не попасть, как попала стрекоза в известной басне Крылова. Зима уже катит в глаза. Так что нужны нам дрова. Ну, ладно. Буду сейчас таскать это все. А с добрым утром, головастик. Я пока прохожу мимо тебя. Пойду сделаю зарядку с утра, чтобы быть на целый день в тонусе. А какая будет зарядка? Самая простая. Зарядка с дровишками. Сейчас поколем дровишки. Зарядка с дровишками. Прилучить ручки. Красивая веса. За время вз FREAK. 都�리 bulk俳齣. Продолжение следует... 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 я его достал поэтому эти клапанчики должны быть поэтому и здесь я тоже буду его делать но удалять я буду только вот эту часть сейчас вот и выгибать соответственно поэтому здесь я вчера все сделал под ветрами и дождями но дождь не прекращается дождь идет но немножко потеплело опять снова потеплело уже градуса 45 наверно больше может даже вот так вырежу ну посмотрим сейчас я разберусь сейчас я вот это отогну и посмотрю как там внутри потому что судя по этой полочке она очень сильно ржавая полочка это оказалось вполне живой просто из-за того что она была как бы завернута на открытом будем так говорить пространстве и дождь и немножко а так она очень живая срезал металла потому что буду обрезать вот этот вот это вот часть обрежу аж до сюда где поворотная кромочка вот и заменим заодно вот здесь вот мятинку подстучу ну вот но это жевкие тут гнилые смысла нет что-то рифтовать поэтому проще мне новый металл поставить вот новый металл поставлю и потом вот здесь где уже мышиные домишки тоже нужно отрезать и сделать мы здесь вот тут тут наверно под вот этими всеми железками но это когда на ту сторону перейду я уже посмотрю дальше пока я буду сейчас вот этим заниматься так что мухи отсюда по вылазили вот муха мухи придется поискать другое жилье значит ну ладно сейчас я вот это отрежу посмотрю но он вот она утеплитель как мне с ним быть наверное придется с двух частей делать сначала одну сделать а потом нижнюю полочку с этим вот клапаном отверстие к версия клапанная необходимо его желательно конечно в сухую ну это тем кому может быть у кого грузовики вот кому-нибудь пригодится это инфа его на лето надо снимать эти вентиляционные клапана чтобы там все было сухое значит передумал я вот это отрезать по той простой причине что вот с этой стороны не знаю будет видно меня вряд ли вот она вот это это битумная шкура и пенопласт как только начнут я на моментом загорится а потушить я естественно тут как раз будет тяга там он в крыше есть к отверстие я не знаю может еще где-то есть но может просто пойти и я его ничем не потушу это чревато бедой я был свидетельным когда-то когда один ну не знаю мастером его сложно назвать если он сжег машину в общем варил автомобиль и прям у нас на глазах загорелся и сгорел 41 москвичка булчок так ну ладно значит это я подправил в принципе все нормально ну какая разница что если говорится сварное шпаклевать что рихтованное шпаклевать в принципе металл он живой это просто он пока машина стояла целый год чуть припала ржавчина зачищать все равно его от эту стойку надо ну вот это вот чуть-чуть только смог я подправить у меня вот это только гвоздодер больше не таких я обычно ничего не рихтую так не тяну вот поэтому поэтому шпаклевочки ну в принципе чуть-чуть тут пойдет споттера тоже у меня нет в общем блин делаю машина хрен знает сколько времени инструмента нет ну как сапожника как обычно вот значит по этому это все бы я выправил все в порядке и только сделала вот эту вот нижнюю часть сейчас забью сюда пуш сало мы сейчас вырежу еще вот этот вот эту гневушку ну вот все угол набраны здесь все закрыто все заварено и вот здесь сзади тоже вот эти ланточки я заделал значит здесь по этой стороне еще вон там наверху крыша и ну здесь понятно надо что-то думать я еще пока не решил как тут прикрыть вот это понятно что будет как бы панель здесь закрываться вот это все но как сконструировать еще пока как-то мысли нет ну и соответственно двери а кстати касаемо вот этих вот вещей я вам туда вечер рассказал басню про белого бычка про всякие там клапана вентиляции и прочее все оказалось гораздо по-другому это карманы для петель оказывается просто сегодня я обнаружил посмотрел мы чё тут у меня как как тут что делать вот и обнаружил что это просто кармашки пластиковые такие вот вставочки это туда петли прячутся вот шуморозилка вот это открывается и вот там вставляется вот эти вот вещи поэтому для тех эксбердов вот которые не досмотрят это видео до конца и сразу мне начнут писать что Петрович ты лошара рассказал нам в басне вот вот поэтому я исправляюсь и ну и тут капец ничего нет над чем я исправляюсь и говорю настоящее предназначение вот этих вот вещей то есть это просто карманы для петель ну ладно до этой стороны мы еще дойдем поэтому возвращаемся к этим барашкам пока а что мы возвращаемся я все в принципе сказал поэтому наверняк наверное это будет уже в следующем видео потому что опять же чтобы на часы тут не растягивать поэтому все остальное по этой стороне ну да я пока ее не сделаю я естественно отсюда же не уйду чтобы не скакать туда-сюда так что в следующей серии да остальное значит дверь вот эта вот вещь и там по крыше ну которая там аршавчина так что все до следующей серии да это да и и и и и